ЛЮБОМУ РОССИЯ ЛЮБОМУ РАСТЕНИЮ ТРУДНО ПОДНЯТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО Его надо поливать, еще его могут вздоптать, либо забьют сорняки. А нам оно почему-то дорого, и мы хотим ему помочь. Что надо сделать? Правильно. Нужно сделать для него подпорку, с помощью которой оно и пойдет в рост. Плот дает твердую опору на воде. Кстати, раньше плотами называли защитные сооружения на подступах к городу. Тоже опору в битве. Переплет нужен для того, чтобы защитить мягкие листы книги. Плодом мы называем то, что может проявить наследственные черты своих родителей. Плод дерева или плод человека. И это защищает нас от вымирания и дает опору в будущее. Но все эти слова и плот, и плот, и оплет, и оплот, и даже переплет с плеткой, все произошли от одного слова – плоть. И это то, что позволяет каждому живому существу сохранять свой телесный образ. Это основа формы тела. У каждой стихии своя плоть. А соединение всех стихий – это оплодотворение. Во время преобразования плоти воды, огня, воздуха и земли в живую телесную плоть происходит воплощение. А если под воздействием чего-то тело распадается на первичные стихии? Помните прах, который развеял ветер? Это то, что осталось от Кащея. А легкое облачко, улетевшее ввысь – наша Снегурочка. Это примеры разве плащины. Процесс обратный. Из первооснов стихийной плоти всегда создается что-то новое. Например, берем горсть плоти земли в виде муки, плоти воды в виде сметаны, добавляем это в плоть огня, раскаленное масло и помещаем в воздушную плоть – воздух печи. И на выходе получаем новое живое существо. Которое, еще не остыв, уже действует самостоятельно. Узнали сказку? Конечно, это колобой. Вот такие у нас получились родственные слова. Плоть – плод, плод, а плод – переплет, плеть – плетень – плотность. И все стихии имеют разную плотность. И это одно из основополагающих различий между ними. И эту плотность изучают ученые. Так что не очень-то далеко мы ушли от русских народных сказок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова